Всем привет! Сегодня у нас второе открытие 2023 года для меня. Первым был The War Pack в категории «Мужчины открытия», а второй стала H.B. Женщина, точнее прекрасная девушка, которая любит петь про кексы и иногда потряхивать хлебобулочными изделиями. В общем, много чего интересного она делает, и посмотрим композиции Wish, желание, в каком смысле оно тут имеется в виду. Потому что я уже, насмотренный предыдущими клипами, могу примерно представить, чего я могу здесь посмотреть, но вдруг что-то другое. Поэтому поехали. Ну ладно, она себе не изменяет. Это хорошо, когда артист остается самим с собой. Знаете, мне стало интересно, это тот случай, когда я хочу открыть текст и понимать, о чем песня. Возможно, так будет даже смешнее. Ну, я не говорю, что она делает что-то смешное, но просто давайте-ка скриншотик себе текста сделаю, будет у меня он рядом открыт. Просто так, знаете, для полноты ощущений. Потому что я, когда некоторые ее композиции читал, что там написано, я такой, ну как же так? Но в целом, опять же, эта артистка привлекла мое внимание. Субтитры сделал DimaTorzok А, ладно, что тут говорить. Как обычно, жопа. Все, вот. Кто-то говорит, что там стесняюсь, что-то еще. Да нет, просто надо как-то красиво подбирать слова. Но тут, наверное, можно за все клипы сказать, ну да, она показывает часто жопу. Ну что можно с этим поделать? Ничего. Если бы она только это делала, было бы неинтересно. А она еще классно рэп читает, на самом деле. В принципе, к самой композиции пока вопросов никаких нет. Но да, клипы эти всегда смотреть тяжело. Руки, они на столе. Ну и да, кстати, текстов тоже параллельно посматриваю. Выли на меня, это прямо здесь. Подари мне желание. Чего ты ждешь? Горячо. Мои сердце продолжает тянуться к тебе. Мои губы будут дразнить тебя всю ночь напролет. Ладно, в принципе, текст можно закрывать. Ничего нового я там не узнаю. Просто будем наслаждаться этим художественным произведением. Субтитры сделал DimaTorzok. Кстати, а вот этот товарищ с длинными волосами, возможно, он из какой-то группы, если вы знаете, скажите. Потому что он выглядит, как будто где-то я мог его видеть. Возможно, просто модель или, может, актер. А может, действительно участник какой-нибудь группы. Может, они просто с одного агентства. А может быть, нет. Просто интересно. Потому что так его показывают, показывают. Вот интересно. Где-то, как будто я мог его видеть. Но, возможно, это действительно просто актер или просто модель для съемок. А по поводу самого инструмента. Он тут по это зациклен, потому что рэп. И в целом звучание такое обтекающее, подходящее под текст. И... Такое немножко... Немножко. Субтитры сделал DimaTorzok Знаете, в каком-то смысле это должно, ну, быть таким сексуализированным, кексуализированным, чтобы уж совсем слово не говорить. Но меня это вызывает большую улыбку, потому что, знаете, когда вам, ну, допустим, фильм ужасов, вам очень много раз пытаются показать скример, и вам к середине фильма уже становится не страшно, просто все равно тут это вызывает улыбку. То есть, ну, вот эта передозировка хлеба попных изделий на секунду хронометража, она просто зашкаливает, и это уже просто смешно. Но, опять же, я не осуждаю, я, как бы, наоборот, огромный респект этой артистке, потому что в стране, как Южная Корея, если она сейчас хоть раз там в сторону отойдет, за что-нибудь извиниться, конец карьеры ее. То есть она выбрала очень жесткий путь, вот такой супероткровенный и так далее, и как бы респект и уважение. Потому что таких артисток в Южной Корее, наверное, по пальцам одной руки пересчитать. Вот, допустим, Джесси и Ашби, все, типа того. Ну, потому что мне все говорят, что Чан Мину нельзя считать, потому что она вот японская больше, но она и в Корее тоже работает. Ну, короче, тяжелый путь она выбрала себе. Но, тем не менее, этот клип меня почему-то веселит больше, чем вводит какие-то вот чувства, которые текст мне пытается вот продать. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что могу сказать? Композиция мне понравилась. Хоть визуальный ряд тоже привлекал глаза, но местами это уже было просто смешно, и кто-то сейчас накидает дизлайков, скажет, да как ты смеешься, а это смешно. И да нет, я не против такого контента, да без проблем. Но просто надо чуть-чуть это поинтереснее подавать. Опять же, возможно, все дикое пост-ирония, и тогда как бы все прекрасно. Сам текст, конечно, он зайдет большому количеству людей. Будем честны, что текст продаст все. И, в принципе, я добавлю это в плейрис, потому что песня сама по себе такая ночная музыка, расслабляющая. У нее читка и пение, в принципе, не изменились, то есть они хуже не стали, они примерно на том же уровне. Ну, ясно, какой-то прогресс произошел с последней композицией лид. Опять же, узнаваемый голос артистки. Судя по всему, она пытается кое-что еще узнаваемым сделать, чтобы узнавать не только голос, но это уже ее желание. Как бы это ни звучало тавтологично, учитывая, что песня называется «Желание». В общем, пишите в комментариях, как оно вам в целом хорошо. Список бустеров на экране. Дамы, господа, товарищи, товарищесы, друзья и друзини, YouTube-спонсоры и донатеры, благодаря вам все это выходит, но не только эти видео, но вообще все остальные на других каналах, о которых чуть позже. Большое спасибо. Будем вместе, пока тепловая смерть вселенной не разлучит нас. Что у нас есть еще? Бусти, ранний доступ в дополнительный контент и многое другое ждет вас там. Проходите, смотрите, изучайте, если вы смелые, ловкие и правильно умелые. Там вас ждут. Ну и помощь каналу тоже будет. Далее, MPReviews, K-pop новости, MP Entertainment, музыка, Telegram канал, хаблокация. Я по-прежнему Максим, и давайте процитирую какую-нибудь... цитату возьму вместо прощания. Отправь мне сообщение о желании да добавь галочку в свой список. Всем пока!